Праздничные мероприятия в честь Дня Победы начались в Петропавловске. В 21-й школе для ветеранов организовали концерт и презентовали книгу об участниках войны, тыловиках и узниках концлагерей. В ней собрано около полусотни историй от очевидцев тех тяжелых лет. Ольга Загоруйко расскажет подробнее. 21-я школа. Урок истории от очевидцев событий. Тема Великая Отечественная. Василий Макиенко на фронт попал в 1943-м, дошел до Кёнигсберга. Но и после окончания войны домой возвращаться не спешил. Набирали воздушно-десантные войска. И я изъявил желание. Еще пять лет служил в воздушно-десантной войска, продолжал. Всего я семь лет отслужил. Ушел 17 лет было, а пришел 24. Ветеран ведет активную жизнь. Ходит на субботники, а летом работает на даче. Рассказ о нем – один из многих в книге «Никто не забыт, ничто не забыто». Ее написала Зинаида Распопова в знак уважения к своим коллегам. Вместе с ветеранами она работала на предприятии «Есельсу». Не будет когда-то участников войны, не будет и ловиков, не будет нас. Но вот эта книжка останется, и каждый классный руководитель может провести воспитательный час, прочтя вот эту книгу. Она написана просто, написана доходчиво, и я считаю, что интересно. Не жалел сил в борьбе с фашизмом и ветеран войны Петр Гладков. Он был трижды ранен. Последний раз в 45-м. Радостную новость о победе узнал в госпитале. 23 марта в 45-м году при выполнении боевого задания разведчик был, полковой разведки, помощник командира взвода разведки. Получил тяжелое ранение. 8,5 месяцев по госпиталям был. И все же вылечился. Вылечили меня врачи. Ко дню победы школьники подготовили концерт. Песни, танцы, стихи. В каждом память о тех, кто не вернулся с поля боя. Всех павших героев почтили минутой молчания. Ольга Закаруйко, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.